Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. Саша Гозиас вернулась на поляну на некоторое время, а потом она полетит домой в Балтийск. Алекс Гулеев пишет про Гозиас. Сашулька вернулась на поляну и тут как-то сразу все ожило. У нее бешеная энергетика, теперь я понимаю Костяна, баба огонь. Алекс пытался помирить свою девушку Руслану Мишину с девушкой своего друга Дениса Козловича, новенькой Аленой Юдиной. По этому поводу был собран званный ужин, а по какой причине у девушек была ссора, об этом мы узнаем только в эфире через несколько дней. Кристина Лисковец поделилась новостью о заселении в бунгало с Тимуром Гарафуддиновым. Еще накануне Тимур поделился с фанатами, что его сердце молчит в отношении Кристины. Но, видимо, сердце подсказало ему, что стоит сдаться под натиском роковой блондинки. Ну а Саша Харитонова, если верить свежим слухам, забыла о Тимуре и не собирается лететь на Сейшелы. У нее теперь новая цель, гораздо заманчивее и перспективнее. Саша начала флиртовать с Андреем Черкасовым. С Саши пришли на помощь Лена Босс и Алена Юдина. Втроем они устроили шоу по соблазнению Черкасова. И якобы Андрей не возражает против инициативы Харитоновой. Ходили слухи, что Николас Карапанайотидис отказался от редкого шанса сняться в известном телесериале. Он рассказывает о сложном выборе, который встал перед ним. «Друзья мои, это правда. У меня стоял выбор Дом 2 или четвертый сезон хоккеиста на СТС. Я выбрал Дом 2 и не жалею об этом. Телепроект стал мне вторым домом. А в моей актерской карьере у меня еще все впереди». Мать Глеба Жемчугова, которая, как вы помните, приезжала на день рождения от своего внука, в беседе с Владом Кадони намекнула на некоторую тайну. Влад спросил ее о причинах конфликта семей Ольги и Глеба, но мама Глеба решила воздержаться от откровений. Она только лишь намекнула, что да, эта причина есть, но это неприятная тема и ради спокойствия невестки она ее не будет обсуждать. Мама Марины Африкантовой добилась своей цели. Они с дочерью пообщались с Таней Киосе. Они сделали это тайком от Андрея. Жена Чуева выслушала Марину, но с ее мамой говорить отказалась, попросила прийти на следующий день. Пока они были в гостях у Тани, Татьяна Владимировна активно фотографировала ее дом и выставляла снимки в соцсетях. Ее поступок вызвал осуждение фанатов, но они с интересом рассмотрели фото. Когда Андрей Чуев узнал о самовольных поступках Африкантовых, он очень разозлился и запретил повторно встречаться со своей законной женой. Также фанаты были шокированы, как одевается Марина Африкантова, находясь в Дубае. В мусульманской стране она ходит по улицам в коротких шортах и в резиновых пляжных тапках. Тем самым она показывает наплевательское отношение к традициям этой страны. Как вы помните, Лиза Шароха улетела в Питер. Там она будет делать операцию по увеличению груди. Она встретилась со своей мамой, они гуляют по городу и ждут, когда же наступит момент преображения. Бывшая участница проекта Анастасия Лисова порадовала своих поклонников изменениями во внешности. После серии неудачных экспериментов с волосами, она наконец сделала очень хорошую прическу. Ее засыпали комплиментами. Многие признали, что Лисова выглядит шикарно и тянет на английскую королеву. А также Настя открывает свой интернет-магазин, где будет продавать модную женскую одежду. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!